Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 10 января, и давайте посмотрим, с чем у нас открывается текущий торговый день. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция коррекционная нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по нисходящему движению находятся в области 1.1830. Ну, а возврат к покупкам произойдет в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера на отметке 1.1975. Пара британский фунт и американский доллар в рамках часового таймфрейма также перешла в сторону коррекции. Более сильный уровень, о котором я говорил ранее, находится на отметке 1.3495. Пока в рамках часа мы корректируемся. Ну, а завершение данной коррекции после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.3581, позволит вновь присоединиться к росту по данному активу. Пара американский доллар, канадский доллар на текущий момент продолжает свое коррекционное восходящее движение, которое началось вчера после преодоления максимумов, которые были зафиксированы 8 января. Закрепились выше этих уровней и началась остановка после довольно-таки длительного снижения со второй половины декабря прошлого года. На текущий момент цели по восходящему коррекционному движению находятся на максимальных значениях среды. Это отметка 1.2477. Следующий уровень находится на отметке 1.2563. Ну, а завершение этой коррекции и вновь переход к фазе снижения находится на минимальных значениях вторника. Отметка 1.2397. Пара американский доллар, японская иена на текущий момент продолжает свое нисходящее движение, которое началось также на этой неделе после преодоления минимальных значений, которые были зафиксированы в понедельник. Ближайшие цели по нисходящему движению это области 111.65 и 111.07. Возврат к покупкам по данной паре произойдет в том случае, если мы увидим закрепление выше отметки 113.21, максимальное значение, которое было зафиксировано вчера. По австралийцу коррекция нисходящая также продолжается. Ближайшие цели по нисходящему движению это область 77.99 и далее 77.67. Возврат к покупкам по данной паре будем рассматривать в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимумов, которые были вчера на отметке 78.63. Еврофонд продолжает свое нисходящее движение. Сегодня торгуемся уже вблизи максимальной значения, которую мы видели вчера на отметке 88.33. Если паре удастся закрепиться выше этого уровня, то вероятно начало восходящего движения и продолжение роста евро против британского фунта с целями на 89.27. Ну а пока мы торгуемся ниже данного уровня, основной сценарий нисходящий в рамках часового таймфрейма остается в приоритете с целями движения на 88.03 и 87.74. По золоту вчера мы увидели закрепление ниже минимальных значений 8 января, что в рамках часового таймфрейма нас переводит также в фазу коррекции. Ну и мы с вами видим небольшое боковое движение по данному активу. Основное направление в рамках старших таймфреймов остается восходящее, ну а в рамках часового таймфрейма мы начинаем корректироваться. Завершение данной коррекции будет обусловлено закрытием выше максимальных значений вторника отметка 13.320 долларов за тройскую унису с последующими целями движения на 1337 и далее уже на 1370. Нефть марки Brent возобновила свой рост после преодоления максимальных значений, которые мы увидели также 8 января. Следующие цели по восходящему движению это область уже 71 и 72. Возврат к продажам, а значит и продолжение коррекционного нисходящего движения по нефти марки Brent будем рассматривать после преодоления минимальных значений в области 6802 минимум, который был зафиксирован вчера. По индексу DAX рост продолжается, рост сохраняется с целями на 13553 и далее уже на 13700. Сейчас мы торгуемся вблизи минимальных значений понедельника и вторника, это отметка 13344. Если индексу DAX удастся закрепиться ниже данного уровня, то уже вероятно начало коррекционного нисходящего движения с целями на 13161. Ну и по биткоину к американскому доллару на текущий момент мы видим продолжение коррекционного движения. Сегодня торгуемся уже на отметке 14000 долларов за один биткоин. Нисходящее коррекционное движение сохраняется. Возврат к покупкам по данному активу мы будем рассматривать после преодоления максимальных значений, которые мы увидели вчера, на отметке 15366. С возобновлением роста уже на 17000 и далее уже соответственно на 20. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман, желаю всем хорошего торгового дня, ставьте ваши лайки и стоп-лоссы. Всем спасибо и до свидания.